Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Всем здравствуйте! Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Владимир Сметанин, Светлана Удельная сегодня в эфире. Сбило меня, да. Давай Александру Рассохину пожелаем хорошего отпуска. Это точно, да. Давайте еще раз проанонсируем наш второй час. 12.30. Время начала викторины «История создания». Историческая загадка, ответив на которую вы получите приз. Сертификат на 1000 рублей от компании «Вятичи». Еще одна новинка у нас сегодня, Светлана, не правда ли? Да, сегодня такая небольшая будет рубрика. Расскажу вам, куда сходить и на что посмотреть культпоход. Вернется ли твоя рубрика на странице газеты? Ну, пока думаю, что нет. Только в эфире. Я имею в виду газету «Источник новостей», да. Ну, вполне возможно. Была такая рубрика, и было это очень давно. Да. 708-502, номер нашего телефона, номер для СМС 8909-720-101-0. И прямо сейчас в гостях у нас президент компании «Вятка Авиа» Олег Кочкин. Олег Николаевич, добрый день. Добрый. Накануне стало известно о том, что вы начинаете очередной набор в школу юных пилотов. А еще, как вчера стало известно, еще и будет школа частных пилотов. Вот это тема сегодняшнего разговора нашего с вами. Но перед этим хочу начать все-таки с результатов расследования инцидента, который произошел на аэродроме Кучаны во время празднования Дня Воздушного Флота России 16 августа. Я имею в виду, многие видели эти видеоролики в интернете. Там полосы всевозможных газет и изданий пестрили заголовками. Недва вертолет рухнул, потерпел крушение, упал и так далее. Перевернулся. Перевернулся и так далее. По большому счету, это все нагнание, нагоняние, сгущение красок. Потому что я посмотрел этот ролик, я, честно говоря, особо-то не понял, что произошло. Ну, завис вертолет, ну, как-то, да, жестковато приземлился. Но, по большому счету, ничего страшного, вроде бы. Ну, слава богу, да. В общем, за четыре дня мы его поставили на крыло, как говорят в авиации, и уже запустили двигатель и провели на нем контрольное висение. То есть вертолет исправен на сегодняшний день. После инцидента сразу уже на следующий день была создана комиссия приказом Росавиации. Возглавлял комиссию инспектора Приволжского управления Росавиацией. Десять дней комиссия работала. И потом еще где-то с неделю заключение работы комиссии, которая там более 70 листов составила, утверждалась в управлении Росавиацией. Согласовывалась, утверждалась. В общем, на сегодняшний день расследование завершено. По первоначальной информации, которую мы дали в день происшествия, значит, результатом авиационного инцидента было проседание вертолета вследствие потери мощности на этапе гашения скорости при полете над полосой. В общем-то, эта информация не подтвердилась. В результате по расследованию выяснилось, что, значит, если совсем кратко сказать, то это ошибка техники пилотирования, то есть ошибка пилота. Если более подробно разбираться... Пилот один был? Пилот был один. В кабине. В момент, когда вертолет просел, пилот был один. Вертолет был заправлен полностью. Был сильный порывистый переменный ветер в этот день. И сложились вот эти факторы. Тяжелый вертолет плюс смена направления ветра. Летчик эти моменты не учел, хотя должен был учесть. И вследствие резкого торможения над полосой вертолет просел, опустился там метров 7, наверное, достаточно резко на землю, подломил правую стойку шасси, коснулся за концовками крыла земли, затем снова взлетел и потом уже благополучно приземлился на посадочную площадку. На своей точке, где он должен дислоцироваться. Да. То есть это результат работы комиссии, результаты инцидента, причины инцидента. Это ошибка техники пилотирования. Как сообщили СМИ накануне, к дисциплинарной ответственности будет привлечен ваш пилот? Ну да, сейчас совместно с управлением Росавиации решается вопрос, как с ним поступить. Впервые это в карьере этого человека? Да, это впервые. Там просто был еще один примечательный момент, о котором я хочу сказать. Когда вертолет вот так вот просел, задел винтами землю и обломил стойку, он несколько раз, тот летчик пытался вертолет посадить, он не видел, что у него стойка задняя права отломана. В момент зависания в кабину вертолета сел второй летчик, более опытный. Там у него налет раза в три больше. И добровольно сам его туда никто не посылал. По своей инициативе он прекрасно видел, что у вертолета сломана правая стойка шасси, что из вертолета вытекает керосин из пробитого бака. Тем не менее он сам подбежал. А вот та самая правая стойка, которая обломилась, в момент облома, она еще зацепила бак. И там где-то спали сплошной была. Ну, она пробила, она не воткнулась, просто сделала дырку. И там два квадратных сантиметра, ну, меньше, чем ноготь у пальца. Оттуда вытекал керосин, это было видно. И тем не менее, вот этот второй более опытный летчик сам подбежал во время зависания вертолета, занял место второго пилота и сам посадил вертолет. Вот, в общем-то, на тот момент ситуация, можно сказать, была сложная, если не критическая. И никто не знал, чем это кончится. Вот, удастся этот вертолет посадить, не удастся. Там керосин может вспыхнуть, не может вспыхнуть. Ну, человек, кто-то сам подбежал, сам залез в кабину, что было тоже не очень просто. И потому что он знал, что он просто более опытный. Он лучше посадит, он сможет, он видит, что с вертолетом произошло. Он уже прикинул, где его можно посадить. Залез и в течение 30 секунд посадил вертолет совершенно без повреждений дальнейших, без происшествий. И этот вертолет, в общем, посаженный, мы на следующий день утром уже подняли кран, заменили стойку и укатили. Вот, такой у нас был во время происшествия еще и эпизод. То есть, я считаю, что это достаточно мужественный поступок этого человека. То есть, ну, на его месте я так про себя думаю. Возможно, какое-то поощрение может быть? Возможно, возможно. Но вот и на его месте, я бы не знаю, смог бы я так поступить, допустим, будучи тоже вторым пилотом. Он не обязан был туда заходить. Просто понимал, что он это может сделать лучше. И он это сделал. Вообще разрешается второму пилоту вот так проникать внутрь вертолета по инструкциям по каким-то? В момент зависания могут выходить, заходить второй пилот, пассажиры. Там может находиться два пилота, он может взять управление на себя. То есть, это все разрешается. Ремонт оказался хлопотным. Дорогим? Нет. Мы поставили лопасти, которые у нас были. Мы их заменили. Мы заменили стойку шасси. Заделали пробоину в баке. Заварили дюралевый бак. В общем-то, на это ушло четыре дня. С тех пор совершал уже, с момента ремонта, совершал вертолет уже? Полета нет. Только запуск двигателей. Запуск, выходный режим. То есть, мы проверили, что да, летать он может. И сейчас у нас, поскольку Росавиация сертификат летной годности приостановила у воздушного судна до выяснения причин и до доказательства, что он может летать. То есть, сейчас мы оформляем документы, что да, мы все сделали, он может летать. То есть, опять должен быть визит какой-то комиссии, которая приедет, посмотрит, убедится, что все в порядке с вертолетом, и тогда будет дано разрешение? Да нет. В общем-то, здесь есть инспектор Росавиации. Его достаточно отдельно. Никакая комиссия уже сюда не приедет. Хорошо. Ну, давайте непосредственно переходим к школе юных пилотов. Первый набор «Вятка-авиа» проводила в прошлом году? Да. Уже сделали один выпуск. На старте у нас было 12 ребят. Девять ребят у нас обучили, прошли полный курс, и из этих девяти трое уже решили связать свою судьбу в будущем с авиацией, то есть пойти на летчиках. Какой это возраст? Это обязательно мальчики или девочки тоже могут быть? Могут быть и девочки. Возраст это от седьмого до десятого класса. Как, собственно, обучение строилось? В начале мы написали большую толстую программу, по которой мы планировали ребят учить, потом поняли, что, в общем-то, она для них сложновато. И из программы брали только выборочные моменты, а основное все время было затрачено то, что они летали на двух симуляторах. Там есть штурвал, педали, полная имитация полета. Экран. Экран, конечно. И опытные летчики, которые всю жизнь проработали пилотами в Победилово в свое время, сейчас они на пенсии. Они ушли на пенсию, будучи уже пилотами-инструкторами на самолете Ту-134. У обоих огромная летная практика, но сейчас они на пенсии. И вот Ермаков Игорь Борисович и Маслов Николай Иванович, это вот наши летчики-инструкторы заслуженные, которые сейчас ведут этот кружок. Им интересно вообще с ребятами заниматься? Все-таки большая разница в возрасте, возможно, есть какие-то барьеры. Ну, для них, конечно, преподавательская деятельность в таком виде это впервые, но просто я точно знаю, что если человек профессионал в авиации, то это, знаете, как говорят про сотрудников спецслужб, сотрудники бывшими не бывают. Точно так же и летчики. Бывшими они не бывают. То есть им всегда все интересно, они хотят как-то быть причастными к авиации, но не у всех на пенсии это получается. Вот у двух этих суперпрофессионалов это получилось. И они получают вот это, я вижу, что они получают огромное удовольствие от работы с детьми. И детям это тоже очень нравится. Ну, иногда, конечно, они ведут занятия так, что уже начинают говорить, увлекаются, уходят куда-то далеко, воспоминают из своей прошлой рабочей жизни какие-то инциденты и ситуации. Ну, это очень увлекательно. Но программу мы, надо сказать, в полном объеме не соблюли, которую писали вначале. Технически какие-то вопросы затрагиваете? Как из чего состоит самолет? Конечно, устройство самолета, принцип, как работает самолет, формула подъемной силы, за счет чего он летает, какие силы действуют на самолет, как он устроен, как распределяются нагрузки и так далее. Все это рассказывается. У меня вопрос. Вы сказали, три мальчика, которые решили связать свою жизнь и в дальнейшем стать пилотами. Возраст какой? Десятый класс или помладше? Я сейчас не могу сказать, какого именно возраста, но это, скорее всего, где-то восьмой-девятый. Ну, то есть тот возраст, когда, в принципе, дети уже задумываются, куда им поступать после школы. После окончания школы они в какой-то летной училище. В их случае, да, вот я хотел вопрос задать. Соответственно, школу они заканчивают, дальнейшая их судьба какая может быть? Куда они поступают? Ну, у нас в России несколько летных училищ в европейской части действуют, и они могут поступить в любой из действующих летных училищ. Это либо Академия Ленинградская, Санкт-Петербургская на сегодняшний день, либо Ульяновская, либо летные училища, там, Бугуруслан, Красный Кут, Сасовы и так далее. Обучение там бесплатное? Там есть ли бюджетные места? Бюджетные места есть, но на них год от года все сложнее и сложнее становится попасть. Но бюджетные места есть. Профессия популярная сейчас, да? Конкурс, наверное, большой. Профессия популярная, конкурс большой. Ну, просто это все определяется уровень зарплат в отрасли. На сегодняшний день зарплаты командиров в аэрофлоте на больших самолетах, там, как Боинг-777 или на новых, как Сухой Суперджет-100, от 400 тысяч рублей в месяц и выше. Это белая официальная зарплата. Плюс у них там еще большой отпуск, никак у обычных людей. Плюс социальные пакеты, плюс ранний выход на пенсию и так далее. Наверное, не только деньги играют роль, но и, простите, романтика. Конечно, в ней это все время. Ну, конечно. В общем-то, летчики, как я для себя вывел, это сплав такой романтики, ответственности и профессионализма. Настоящий летчик. Вот у него это все есть. А вот эта программа, по которой вы детей обучаете, она какую-то сертификацию прошла? Она официально утверждена или... Или это просто замотивирует ребенка, да? Или такая самодеятельность такая? Она утверждена в Центре детского и юношеского творчества нигде более, потому что она право дальше никакого не дает, никаких привилегий, преимуществ. Она... Для чего мы это затеяли? Для того, чтобы, ребят, зажечь этой идеей, показать путь, что у нас и из Кирова можно выйти в дальнейшем и стать профессиональным летчиком. Но по достижении совершеннолетия они ведь могут пойти на некие курсы и получить официально права на управление воздушным судном. Есть такая возможность? Да, могут пойти. Вот мы как раз сейчас запускаем новый проект, это уже школа частных пилотов. Когда любой человек, если он прошел медицинскую комиссию соответствующую, может сначала пройти теоретическую подготовку, затем тренажерную подготовку, затем практическую часть отлета на наших самолетах и получить свидетельство частного пилота. Непосредственно у вас? Непосредственно у нас, да. Там часть небольшая в Екатеринбурге, в частности тренажеры находятся в Екатеринбурге, а теория будет в Кирове и практический отлет тоже в Кирове. Насколько это востребовано в России? Наверняка изучали рынок. Много ли желающих пойти и получить? Это таких желающих немного. Группы, вот мы общаемся с коллегами с аналогичными центрами, допустим, в Чебоксарах есть подобная школа. У них там группа 4 человека, они набирают где-то 3 набора в год. 4 месяца идет обучение, по 4 человека. В общем-то это работа такая штучная, обучение пилота, и долгая, и дорогая. Поэтому здесь массового спроса, конечно, мы не ожидаем. Дорогая непосредственно для учеников? Да. На сегодняшний день где-то цена обучения будет близка к 500 тысячам рублей. 500 тысяч рублей? Да, из них где-то 30 тысяч рублей это теория, и где-то 470 тысяч рублей это практически отлет. А срок обучения? Срок обучения где-то около 4 месяцев, все про все. Заявки уже принимаете? Да, мы уже принимаем заявки. Как и в школу юных пилотов, так и в школу частных пилотов. Контакты, куда можно обратиться? И по тому, и по другому вопросу, телефон человека, кто за это отвечает, 47 0554. 47 0554. Значит, еще что касается школы юных пилотов, у нас уже сегодня будет организационное собрание в Центре детско-юношеского творчества. Это недалеко от цирка, на улице Пролетарская, дом 50, сегодня в 6 часов. И мы планируем уже, в принципе, начинать занятия с ближайшего воскресенья для детей, я сейчас имею в виду. Но потом мы будем еще группу доукомплектовать до 15 человек. Ну, практика показывает, что к концу обучения где-то остается 10 тех, кому это действительно надо и интересно. А на каком этапе сходили ребята? Ну, как правило, в начале все-таки больше. Больше в начале. А занятия все проходят на базе Центра как раз-таки? Да, на базе Центра, плюс несколько раз ребята выезжают еще к нам на аэродром. То есть одно дело рассказывать, там показывать картинки или рисовать мелом на доске, другое дело подвести к самолету и показать, вот закрылки, вот элероны, вот руль управления и так далее. Когда эти дети станут совершеннолетними, дадите им возможность на практике в небо подняться? Без прав нельзя. К сожалению, да, без прав нельзя. Но ребят мы катали на самолете, ребят мы пускали за штурвал, когда самолет стоял на земле. Мы запускали самолеты, газовали. То есть это было? Ребята все это видели, это было, конечно, да. С восторгом наверняка воспринимают. Это была финальная часть, то, что они по результату обучения получили, конечно, это было для них очень интересно. Сейчас уже есть записавшиеся? Да, конечно, вот уже среди записавшихся сегодня оргсобрание и будет в 6 вечера. Что будете объяснять? Формальные вещи, когда, куда приходить, где, когда, во сколько. График занятий, как это все построено, продолжительность занятий. Раз в неделю, 3-4 часа. Стоимость? Бесплатно. Бесплатно? Да. То есть, получается, у вас такая социальная нагрузка у вас решили взять на себя. Это сделать просто для того, чтобы детям рассказать то, что профессия есть такая, ну, профориентация, зажечь их, может быть, чтобы они в дальнейшем связали свою жизнь с этим? Или вы все-таки рассчитываете, что однажды, выучившись, они вернутся к вам? Вакансия у вас есть? Ну, и просто, конечно, ну, и есть крысный интерес, потому что у нас идет очень большой дефицит летчиков. И в летчике был период, когда набирали училища очень мало и выпускали очень мало. И у нас на сегодняшний день в компании только один молодой летчик. И нам нужна свежая кровь. То есть, есть корыстный интерес, что кто-то из них, возможно, придет и в нашу компанию. Вы говорили о том, что, ну, это одно дело, что там, аэрофлот выплачивает какие зарплаты, если придет работать к вам пилот. У вас на каком уровне зарплата? Ну, тут сильно зависит от, как второй он пилот, командир или инструктор, сколько на лед. Бывает по-разному. Бывает, когда работы нет, допустим, зимой, там, они, летчики, могут почти ничего не получать или не находиться в отпуске. Бывает, что в какие-то отдельные месяцы там и до 70 тысяч рублей доходит зарплата. Но это постоянно в небе находится, видимо, человек непосредственно общается с техникой. Конечно. Да. Вот что касающе школы частных пилотов, вы упомянули о том, что в Екатеринбург придется ездить, да, на практические занятия. То есть, вот те тренажеры, которые существуют здесь, они не соответствуют уровню. Они только для детей нужны более какие-то, да? Да, конечно, конечно. Более высокого класса. Просто у нас схема такая. Мы работаем совместно с Екатеринбургским авиационным учебным центром под его лицензией. Ребята, точнее, уже не ребята, а молодые люди или взрослые люди будут получать свидетельства о прохождении курсов Екатеринбургского учебного центра. Для этого обученные преподаватели, которые живут, находятся в Кирове, наши сотрудники, они прошли обучение там, в Екатеринбурге. И им дано право здесь преподавать те курсы, которые, по идее, должны читаться в Екатеринбурге. Но там один из ключевых предметов будет считаться в самом Екатеринбурге, в учебном центре. И тренажерная подготовка. Те специальные авиационные, очень дорогие тренажеры, которых у нас нет, они будут проходить там. После этого, как они прошли теорию в Кирове, не в Екатеринбург, там заканчивают теорию и проходят тренажеры. После этого возвращаются в Киров, отлетывают практику 42 часа на настоящем самолете, в реальном полете. После этого возвращаются снова в Екатеринбург, там сдают тестирование и получают в Росавиации свидетельство частного пилота, который дает право летать по всей стране. Немножко все-таки не понимаю, что такое частный пилот. Ну вот человек отучился, у него есть там какие-то корочки, вот я частный пилот. Это в любое время ты можешь сесть за руль любого судна воздушного или что? Вот тебе позвонили, сказали, слушай, у нас тут пилот заболел, можешь его подменить? Как таксист. Как таксист, да. Смотрите, вот как раньше в советское время были права, любительские права профессиональные, так сейчас в авиации есть права, точнее пилоты бывают частными и пилоты бывают коммерческими. Коммерческие пилоты, они могут выполнять рейсы на самолетах, которые зарабатывают деньги. То есть либо выполнять авиационные работы, как у нас в компании, либо перевозят пассажиров, как, скажем, аэрофлот. То есть наняться на работу с такими правами нельзя. То есть можно летать только на своем собственном, либо на чем-то другом самолете, но можно возить друзей, родственников и так далее, но нельзя брать за это деньги. То есть никакой коммерческой работы нельзя проводить с таким пилотским свидетельством. А как докажешь, что он не берет деньги? Ну это уже совсем другой вопрос. Так, второй вариант, вот частный, да, как раз? Ну вот, а частный пилот, он может купить свой самолет, может, допустим, у нас оставить его на хранение и летать по всей стране, в отличие от коммерческого. Слушайте, хочу купить свой самолет, жаль, дорого. Дорого. Укомплектовали уже, да, школу юных, все-таки сегодня были только собрания, все, сегодня были... Нет, там еще есть несколько месяцев. Еще есть, можно звонить по номеру, который... Да, можно звонить, да, 47 0554. Хорошо, спасибо большое. Сейчас у нас будет небольшая рубрика «Культ поход». Мы благодарим нашего гостя Олега Кочкина, президента компании «Вятка Авиа». Удачи, до новых встреч. Спасибо. Культ поход. Культ поход. Такая рубрика у нас, небольшая, буквально вот две минуточки, расскажу я, куда сходить сегодня, завтра и ближайшее время. Но сегодня в Театре кукол, конечно, у нас гастроли Государственного академического театра кукол имени Обрасова. К печали моей, сегодня билетов уже нет, 18 часов, театр «Старый сеньор», и билеты разобрали, аншлаг. Но, в общем, кто успел купить, вас поздравляю, удача вам улыбнулась, думаю, что очень интересный спектакль. Что касается спектакля для детей, то завтра и послезавтра точно так же в Театре кукол билеты еще можно приобрести, так что имейте в виду. Подожди, озвучим. «Волшебная лампа Аладина» и «Снеговик». Да, все верно. Театр «Наспаска» у нас начинает театральный сезон 25 сентября. Господа Головлёвы по мотивам Романа Салтыкова «Щедрина» будет спектакль. И 26 сентября тоже спектакль для детей в 11 часов «Оленький цветочек». Куда сходить сегодня, например, еще можно? Сегодня можно сходить в кафе «Милк», кафе, которое недалеко от филармонии, практически получается, угол Ленина и улицы Воровского. Там будет сегодня петь Виктория Масленникова, известная наша кировская джазовая певица. Начало в 20 часов. Обещает она, что будет такой очень интересный сегодня концерт. Так что, если вы любите инструментальную музыку и силу голоса женского, то, пожалуйста, сегодня в 20 часов имейте в виду. Силу женского голоса – это хорошо. А вот, например, завтра вечером, завтра пятница, если вы не знаете, как провести вечер этот, то я вам предлагаю отправиться в книжный клуб «12», тот, что на Преображенской, «15». Там будет выступать коллектив, называется «Грегорс Бэнд». Тоже известные ребята у нас в городе, играют они блюз. Владимир, был ты когда-нибудь на их концерте? Нет. Ты же гитарист. Ты почему гитарист? Может, я сегодня барабанщик? Ты на все можешь. Ну, в общем, эти ребята тоже на все могут. Талантливы в 20 часов. Завтра, имейте в виду, можно послушать блюз в книжном клубе «12». Что касается более таких попсовых направлений, ну, и с МСИ к нам приезжает 27 декабря, концерт будет в... Ну, мы с тобой говорили «Гауди», «Гауди», вот все-таки как правильно? Если считать, что это происхождение английское вроде, то «Гауди», «Гауди», развлечение, веселье. А если архитектор, то, соответственно, «Гауди». А если архитектор, то «Гауди», да. Я всегда говорила «Гауди», но в таком случае, ладно, «Гауди». В «Гауди-холле» будет концерт в 17 часов, если являетесь поклонником этого музыканта, вот, пожалуйста, приобретайте билеты. Там же, на этой же площадке, ну, уже 7 октября будет выступать Люси Неги Варкян, ну, это направление панк-рок. Очень я нежно отношусь к этой музыке. Не все, конечно, любят, но это вот мне по душе. Известный сейчас такой коллектив. У Люси Неги Варкян два проекта. Один называется «Трактор боулинг», второй называется «Слауна». На всех, в общем-то, крупных площадках выступает Люси Неги за последнее время. И фестиваль Кубана каждый год были они участниками. Ну, вот, в общем, имейте в виду, кстати, не только там музыкальная часть, но в том числе и тексты. У Люси Неги очень такие глубокие, интересные. Начало концерта в 19 часов. Ну, и что еще? 7 октября вот Валерия к нам приезжает, вроде не будет. Это супруга Пригожина? Да, она именно. Все, спасибо. Все вот так вот, да. Спасибо. Сейчас у нас небольшая реклама и викторина «История создания». Будьте готовы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Всем еще раз здравствуйте. Светлана Узельна, Владимир Сметанин. И сейчас будет викторина «История создания». Да, все верно. Удачи участникам. Спонсор викторины – завод «Вятич». История создания. Много-много сертификатов от компании «Вятич» на одну тысячу рублей мы уже разыграли в рамках викторины «История создания». Но сертификаты у нас не заканчиваются, и мы с большим удовольствием их продолжаем разыгрывать. Большое спасибо компании «Вятич». Сертификат по вашему выбору, либо ресторану в райком, либо пивной дворик. Слушайте внимательно. Как только догадаетесь, о чем идет речь, ну, вернее, когда я озвучу вопрос, заводите по номеру телефона 708-502, поздороваемся, и вы озвучите правильный вариант ответа. Надеюсь, правильный. Будет правильный. Опять-таки, вот считаю, что сегодняшняя викторина не будет очень сложной. А сегодняшнюю викторину, тему ее, я привязал к завтрашней дате. Завтра, 11 сентября, будет отмечаться, может праздноваться. В общем, завтра Всероссийский день трезвости, Света. Вот, представляешь, Всероссийский день трезвости. Я, честно говоря, не знаю, какие события, мероприятия будут приурочены к нему в нашем городе, в областном центре. Но вот, в частности, на сайте tdt.info, это сайт журнала «Товар. Деньги. Товар» есть сообщение о том, что в Кикнуре будет широко отмечаться этот день. В частности, в библиотеке там пройдут лекции всевозможные о вреде и так далее, раздача брошюр. Брошюр. Вот так вот всё. А впервые, знаете, этот день праздновался в 1913 году, то есть более уже 100 лет назад. А с 1914 года решением Святейшего Синода он стал регулярным, ежегодным праздником. Как ты думаешь, что делали в этот день? Или что не делали? Ну, потому что спортом занимались, наверное, здоровый образ жизни пропагандировали. Нет? Возможно. Но вот какую информацию я нашёл. В России в этот день закрывались все винные лавки, прекращалась продажа алкогольных напитков, в православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословялся священникам. Клянусь отказаться. Ну, всё это будет завтра. А сегодня я решил углубиться в историю вопроса, как с этим дела. Ну, с трезвостью или нетрезвостью обстояли на Вятске. Сразу же я понял, что эта тема достаточно уже хорошо изучена. Ну, в частности, спасибо нашему историку, автору проекта «Пешком по Вятке» Антону Касанову. Он тоже изучал этот вопрос. Ну, чего греха таить? Я уж начинаю. На Вятске пили и пьют. Пьют. Да. Вот Вятские губернские ведомости, о которых я упоминал в прошлой викторине, которые начали выходить с января 1738 года, регулярно писали о пьяных драках, погибших в этих драках, о тех, кто получил увечья, обморожения, об урожае, погибающем по той причине, что беспробудно пьющие крестьяне просто-напросто не выходили за урожаем. Он погибал, и всё. Прискорбно констатировать тот факт, что в массовом порядке пили не только взрослые, но и дети. Больше ста лет назад. И вот таким образом во второй половине XIX века прогрессивная часть, так скажем, вятского общества всё чаще стала поднимать вопрос о борьбе с пьянством. Возникла идея создать общество трезвости. Их рассвет пришёлся на 80-е годы XIX века и начало XX. В эти общества трезвости принимались как мужчины, так и женщины, и верующие, и атеисты, представители всех сословий. А вот не принимали тех, кто производил алкоголь и продавал алкоголь. Ну, в общем-то, логично, да? Главное условие, которое ставилось перед принимающимися общество трезвости – полный отказ от употребления веселящих жидкостей. К концу XIX века общества трезвости работали во всех крупных городах и поселениях вятской губернии, а также при заводах и учебных заведениях. Ну, направляла и наставляла эти общества, конечно же, церковь. Как отвлечь народ от пьянства? Какую дать ему альтернативу, думали руководители этих общей трезвости? И стали открывать чайные. Огромное количество чайных появилось на территории нашего региона. В чайных посетители совершенно бесплатно или же за небольшие совсем деньги получали порцию чая. Читали газеты, брошюры, общались, играли в шашки. Во многих местах чайные стали настоящими центрами общественной жизни. Люди съезжались, чтобы обсудить те или иные вопросы, поговорить на те или иные темы, узнать информацию необходимую и так далее. Удивительно, но существовали не только стационарные, но и передвижные чайные. То есть некий обоз, некое сооружение, которое впрягалось в телегу, и ехала вот эта чайная, видимо, пыхтя из трубы дымом, угощать чаем вятский народ. В 1899 году одно из известных обществ трезвости вышло на губернатора Вятской губернии Николая Михайловича Клингенберга. Вышло со смелой достаточно идеей. Идея заключалась в том, чтобы запретить ветчанам заниматься изготовлением браги. Вот мысль куда еще пошла. Штрафовали за это, да? Нет, нет. Инициатива не была реализована, так как в то время по законам Российской империи бражка не относилась к крепким спиртным напиткам. Ну, а если уже брагу можно было ставить, то там и самогоны, естественно, гнать. Так что не прошла эта идея. На рубеже 19-го и 20-го веков вятские общества трезвости додумались до открытия библиотек Читалин. В уставе одного из таких заведений в заведении значилось следующее. Вот послушайте. Посетители библиотеки Читальни должны соблюдать полную тишину. Курение табака, питье чая, закусывание и вообще нарушение чистоты не допускается. Желающие получить книгу должны предъявить билет на звание члена общества трезвости. Обращаться с книгой необходимо было предельно аккуратно. За порчу ее или за утрату, за потерю уплачивалась полная стоимость книжки. И вот эти библиотеки Читальни, которые тоже были призваны отвлечь людей от употребления и злоупотребления спиртных напитков, они пользовались большой популярностью. Спектакли, концерты, всевозможные чтения, развлекательные мероприятия, все это тоже организовывали общество трезвости. Вот, например, Сарапульское общество трезвости открыло курсы кройки и шитья. Вот не пей, а приходи, занимайся кройкой и шитьем. А также организовала уроки пения, учили людей вокалу. Был хор целый, который ездил, гастролировал, выступал и очень нравился публике. А вот в Слободском обществе трезвости активно практиковались лекции и беседы по наиболее актуальным вопросам времени. Ну, наверное, как быть, как жить, когда будет конец света. Шучу, естественно. По инициативе и по требованию обществ закрывались винные лавки. Сила была, мощь. Историки признают, что вообще за годы существования общества трезвости по всей стране потребление алкоголя на душу населения удалось снизить примерно на 20%. А вот в Вятской губернии и того больше, на треть. Кроме того, общества трезвости добились закрытия в нашем регионе к 1914 году, только вдумайтесь в этот показатель, 70% питейных заведений. Было 4,5 тысячи в конце 19 века, осталось полторы тысячи. Очень серьезная работа. А вот теперь хочу уже задать вопрос, 708-502, если вы хотите побороться за сертификат на 1 тысячу рублей от компании «Вятич». Итак, вопрос. Я упомянул про чайные, в которых порцию чая выдавали. Но надо сказать, что там угощали ведь не только чаем, а еще одним напитком. Почему? Ну вот представьте себе, лето же, да? Может быть, жара. Тебе хочется пить. Ой, как просто. Тебе хочется... Ой, все же, мне кажется, уже догадались. 708-502. Тебе хочется пить. Мне хочется дать правильный ответ. А тут тебе горячий чай предлагают. Ну все, давай уже. Естественно, как-то нехорошо в жаркую погоду. Все, хватит. Не подсказывай больше. Каким еще напитком бесплатно, либо за небольшую денежку угощали посетителей? Вот, у нас слушатели уже есть. Будем принимать ответ. 708-502. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Дмитрий, добрый день. Ну что, каким еще, кроме чая, напитком угощали в чайных, которые организовали общество Трезвость? Я считаю, это класс. Ну, вы абсолютно правильно считаете. Не буду вас томить. Мы все-таки компания «Вятич», наш партнер, «Вятский квас». Действительно, квасом их угощали в этих чайных. Ну, в первую очередь в тех случаях, когда действительно было лето, и когда горячего чая как-то не хотелось. Скажем, пожалуйста, а водители перед тем, как сесть за руль, вот могут чуть-чуть квас купить или нет? На самом деле споры идут по этому поводу. Вот кто-то говорит, что если несколько литров забабахать кваса, то действительно, что-то там потом прибор покажет. Кто-то опровергает это сведение. Ну, вот я все-таки придерживаюсь правила, если ты «Вятского кваса» выпил полторашку, то иди за второй. За руль не садись пока, подожди на всякий случай. Дмитрий. Да. Да, мы вас поздравляем, абсолютно правильный ответ вы дали, квасом действительно угощали. Пожалуйста, сейчас не кладите трубку, наш редактор объяснит вам, где можно этот сертификат получить. Спасибо. Ну, что, ты тоже квас хотела? Конечно же. Ответить. А почему не молоко? Почему не морс? Компот? Вот сколько вариантов. Ну, как-то так очевидно, что квас. Вода, в конце концов, ключевая. Нет, вода ключевая, это другой спонсор. Тут, знаешь, другого ответа нет. И только квас. Да. Ну что, спасибо. Завершается дневной разворот. Впереди у нас, кстати, еще программа «Особое мнение», где мы встретимся с вами. И гостем сегодня особого мнения будет заместитель директора Центра дополнительного образования одаренных школьников Игорь Жубанов. С ним пообщаемся. Да. То есть ты не прощаешься. Не прощаюсь. Ты остаешься в эфире. А я, Светлана Узельна, прощаюсь. Всего самого доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok